Всем привет! Ну что ж, продолжаем играть в нашу любимую игру. Так, ну что, последние деньки штурмовал свой мозг, штурмовал новые волны. Пытался найти какие-то более лучшие варианты для меня, поэтому фарминг совершенно не получался. Что касается опыта и тех же кристаллов, да, было как-то все как-то не очень, да. Ну, что изменилось? Особо ничего не изменилось. Перевел, наконец-то, Купидона на шестерочку, да. Да, и эта история, когда я там делал своих любимых, там, каких-то основных героев, да, до 8 из 9, пока что закончится. Я постараюсь каких-то других героев, там, Бога Грома или еще кого перевести на шестерку и потом уже в дальнейшем когда-нибудь займусь Купидоном. Хотя, конечно же, ему тоже просится хотя бы восьмерка, потому что он дает большой баф сразу всей команде, да, тоже один из приоритетных героев. Так, что касается волн, да, мне как раз не хватает дебаферов, да, пробовал Суккуба, пробовал Снеговика. Ну, результаты, конечно, бывают хорошие, бывают плохие, да, возлагались большие надежды на Снеговика, потому что у него, в принципе, и здоровья много, да, он должен выдерживать. То есть, и он дает дебаф хороший на босса, на этого чувака с мотыгой большой, да, то есть на 30% его замедляет и может реально отнять очень много урона, да. Ну, в принципе, как бы и Суккуб тоже может отнять много урона, но как-то с этими дебаферами у меня что-то не клеилось. Если Суккуб еще доживал до конца, да, и там был шанс того, что он начнет бить босса, успеет, то со Снеговиком какие-то череда фейлов была, да. То он подыхал, то полкоманды подохнет, то еще что-то, и я не понимаю, почему так. Ну, хотя, конечно, если там адекватной замены Снеговику нету, конечно, лучше тогда его использовать, там, не знаю, в рейдах или на волнах, да, но если у вас хорошая сборка героев, то как-то вот как у меня с ним что-то не пошло дело, да, даже с Суккубом было более выгоднее фармить волны. Но в любом случае, да, несмотря на все это, с моей основной, так сказать, шестеркой для волны, да, у меня все-таки результат получался стабильнее, да. Что касается расстановок, да, многие писали, поменяй расстановку, вот вышла угловая, да, то, что вышла угловая, да, и сразу там у половины игроков она появилась, там, за что спасибо, конечно, Баксу-4, да, игроку. Она реально полезная и довольно интересная, я, как бы, давно хотел ее сделать, но как-то все руки не доходили, испробовал ее. Чем она мне нравится? Она нравится мне тем, что раньше как-то приходилось сделать, там, отдельную расстановку для фарминга суда героев, да, для более такого эффектного результата, да, и, а волны, допустим, фармили другими расстановками, да, и играли. Вот сейчас, в принципе, эту расстановку можно использовать в обоих случаях, да, большинству игроков, но тоже, да, у каждого игрока свои герои, свои какие-то, так сказать, мелочи, которые могут поменять ход событий, да, свои какие-то, не знаю, там, сборки героев и так далее, да. И если какая-то популярная, эффективная расстановка, да, это не означает, что она именно поможет вам добиться большего результата. Вот у меня так получилось и с этой расстановкой. Да, я, конечно, там немножко менял под себя, поставил вот сюда вот место здания гильдии, поставил здание ратуши. Для, все для чего, так, что у нас тут с минами этими, все для чего, для того, чтобы увеличить общее количество здоровья у зданий, да, потому что у меня зачастую бывали ситуации, что монстры слишком рано выносили все здания, и это увеличивает шанс того, что вы просто возьмете и просрете, да, как бы уменьшает шанс того, что вы пройдете, да, какую-то волну. Ну и вот, и пытался тут крутил-мутил, так, что тут, не сохранил, сохраняем. Крутил-мутил, поставил сюда ратушу, да, ну, тоже не особо это дело все помогло. Вот вместо этой статуи ставил тоже здание. Ну, думал я самый хитрый, думаю, там, одно лишнее здание будет, там, для монстров, на чем агриться, да, но, в принципе, это не особо помогает, потому что те монстры, которые идут посередине, они сразу начнут ломать ваш забор, если вы сюда в угол поставите здание, потому лучше сюда ничего не ставить. Так, но, чем мне именно эта расстановка, говорю, понравилась? Она мне понравилась именно тем, что на ней очень хорошо можно фармить субгероев. Так, давайте перейдем лучше к все-таки классическому варианту, да, и что касается именно прохождения волн, какого-то большого результата я на ней не получил, да, лучше, чем, ну, как большего результата или стабильности, чем на моей основной расстановке не получилось, я тоже не понимаю, почему, потому что многие люди отписывались, что, да, там, реально, есть смысл ее использовать, и по логике вещей, да, должно получаться все лучше, так, ну, в принципе, из купидона мы можем выйти, да, я его в любом случае не пройду на L12. Так, но вот у меня как-то не завелось, да, и пробовал реально разные вариации, суккубы, там, не суккубы, кто угодно, да, и все равно ничего не получалось. Так, что у нас здесь? Друиды. Ну, друидов я, наверное, не пройду. Да. Так, давайте завершим бой. Ну, что, у меня сейчас одни купидоны да друиды будут. Давайте еще раз попытку устроим. Фараон. Ну, вот фараона я еще не пробовал на L12, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, так вот, лучшего результата у меня с ней не получилось, к сожалению, да, и все-таки остался на своей основной расстановке, и все, мне уже этих трех-четырех дней хватило, уже реально надоело, да, вот эти вот все попытки прохождения волны я на этом реально терял, потому что мне нужен опыт для прокачки героев, и уже реально для моего мозга хватит, мне уже надоело, да, и уже хочется просто стабильно какую-то волну фармить, я буду фармить O-волну и постепенно там переходить, наверное, уже к P-волне, да, когда она станет более стабильной для меня. Так, ну, фараона прошли. Что касается суда героев, раньше как-то я не сильно зацикливался на ней, да, потому что, ну, там один раз паладина прошел на L12, ну, и все, и забыл об этом всем деле, и проходил как-то L6, L7 для стабильности, да, но вот, кажется, с этой расстановкой, да, шансов пройти кого-либо стало намного больше, да, вот даже Бога Грома проходил один раз, вот не знаю, сейчас пройду, еще раз не пройду, но будет видно, да, ну, как бы, в принципе, тоже было довольно-таки все хорошо, так, ну, что, толпа полетела, будет довольно-таки интересно. Пробовал суккуба, пробовал снеговика, снеговик почему-то на удивление быстро подыхает, или там полкоманды сдохнет, один снеговик там останется, не знаю, что случалось, что за проблемы вечные. С суккубом как-то было, хоть у него здоровье и поменьше, было все-таки с ним надежнее, да. Так, ну, давайте-то включим О-волну, так, поставим мины. С суккубом было как-то понадежнее, да, и даже были намеки на какую-то стабильность, там, при фарминге П-волны или той же О, но все равно как-то слишком что-то у меня как-то пошло не так, да. Ну, я говорю, я уже перепробовал все, хотел найти какое-то лекарство там от всех проблем и, не знаю, неудач, да, потому что реально нужен какой-то хороший дебафер для босса. У меня дракона нету, я думал использовать суккубы или снеговика как лучший вариант, потому что Арес, он хоть и дебафер, да, но на этого босса, я так понял, он совершенно не действует, потому что босс пускал свою магию сразу после того, как Арес бил своей, да, то есть, ну, как бы вообще энергию не отнимал, там, этот кулдаун на несколько секунд на использование магии, он не делал боссу, да, и потому смысла особого использовать, конечно, Ареса тоже нету, да, но я все равно его использую, не знаю почему, как бы, ну, бьет остальных героев. Так, это мы прошли, квестик тут вылетел уже, все утро не могу его добить. Так, ну что, включаем, давайте тогда О волну, или сразу к П перейдем, посмотрим, пройду, не пройду, П. Так, вызов 2. Ну, давайте П поставлю, и потом поставим Килл, посмотрим, что у нас будет какой-то лучший результат или нет, да, возможно, сейчас и П не пройду, я говорю, что, ну, эта расстановка мне не особо помогает, то есть, ничего лучше мне не стало, да, но для многих это была реальная помощь, и, как бы, она реально хорошая, в любом случае, она универсальная, вы ей можете пользоваться как на свете героев, так и для фарминга волны. В любом случае, какой вывод я сделал, единственное, это то, что мне нужно продолжать качать героев, и уже не тратить целые дни просто на разбазаривание ресурсов, да, потому что там фармил кристаллы героев, я их туда чуть-чуть сунул, туда чуть-чуть сунул, и как-то тоже толку мало получается. Так, ну что, фармим понемножку, что у нас тут, первая волна. Так, что еще хотелось бы, вот, хотел это сказать в начале видео, да, что-то заговорился, да, хотел еще сделать, когда у меня было тысяча подписчиков, да, но все-таки лень моя природная, да, восторжествовала, и все откладывала на потом, на потом, на потом. Я думаю, что уже пора сделать какую-то нам рубрику вопрос-ответ, да, и вы там будете задавать вопросы, я на них как-то буду отвечать, потому что реально огромное количество вопросов задается ВКонтакте, там кто-то даже на Фейсбуке меня нашел. В игре очень часто люди пишут, да, и не всегда получается ответить, потому что, когда играю, я все-таки стараюсь именно заниматься фармингом, да, там, а не перепиской, и на всех не разорвешься. Потом, плюс уже очень много вопросов задано, будут какие-то, может, новые, и сделаю отдельное видео, буду на них отвечать, там посмотрим, может, какой-то конкурс придумаем, может, не придумаем, не знаю, да. И, ну, в любом случае, там, следующее какое-нибудь видео сделаю анонс, там поподробнее все опишу, такое обращение, не обращение, не знаю, посмотрим, как назову, да, и потом уже будет видно дальше, да. Запустим эту такую рубрику, и там уже ответы буду, наверное, скорее всего, после Нового года давать. Так, ну что-то мы зависли с поодинной волной. Ну, вообще мне нравится, так смотришь, конечно, игру, да, там все-таки общество есть общество, да, и если где-то проскочил какой-то новый тренд, то люди начинают за этим повторять, и зачастую бывают такие ситуации, когда, там, реально первые левелы, ну, в плане, там, игроки еще не сильно прокачаны, они пытаются как-то там поставить именно ту расстановку, которую используют топовики, да, ну, и зачастую эта расстановка не особо им нужна, но они все равно пытаются как-то, как-то сделать это, да, и бывает логичнее, там, использовать более простую расстановку для фарминга, там, простых волн ДЭ, там, Е, не знаю, но как-то иногда зачастую смешно. Ну, вот у меня, вот у меня не получилось, да, как-то что-то, видать, у меня именно по-другому, что-то у меня как-то, как-то для себя надо что-то делать другое, потому что, в принципе, разницы никакой у меня нет, что у меня эта расстановка будет стоять, что у меня будет моя родная стоять, все равно результат один и тот же, да, в принципе, прогресс. Что касается, да, вообще этих волн, зачастую как-то эти, берешь героев, да, некоторые герои тебе нужны именно для того, чтобы тупо дойти до босса, да, а когда ты доходишь уже до босса, тебе уже нужны именно дебаферы, там, суккуб и снеговик, да, и если ты этих дебаферов ставишь, ну, в начале, там, основную сборку, да, то из-за них ты можешь не дойти до какой-то там П-5 волны, да, там, ну, как бы дойти-то дойдешь, но уже половины героев не будет, да, и как-то все-таки нужен какой-то универсальный герой, чтобы он помогал хорошо на этих первых волнах, там, П-1, П-2, П-3, или там, К-1, К-2, и уже помогал на боссе, да, у меня пока, ну, таких героев нету, и с этим делом у меня ничего не получается, да, а вот если ставлю, там, допустим, таких массовиков, затейников, не знаю, вот тот же Орес, как бы, по идее, он мне помогает, пока я иду до П-5 волны, да, он там этих героев хорошо, конечно, бьет, но уже, когда приходит босс основной, от Ореса толку совершенно нету, да, ну, тут приходится что-то выбирать, думать, что для тебя именно лучше, что хуже и так далее, да, потому все это было очень трудно, и для меня все, хватит, буду фармить стабильно О-Волну, зарабатывать опыт, зарабатывать кристаллы героев, что касается опыта, даваемого на О-Волне, да, там, если сильно ману вам давать не будут, то довольно 800 тысяч опыта вы заработать сможете, ну, что тут, кажется, мне тут не светит удача, что-то пошло не так, и, как назло, записывая видео, я, скорее всего, проиграю боссу, да, так, я даже не помню, выставлял я мины или нет, или так уже пошел, да, печально, так всегда, как записываешь видео, сразу идет полная непруха, так, ну, здесь что там, мин тоже не осталось, он сейчас быстрее добьет это здание, чем попадет на мины, но все равно 179 тысяч опыта я получил, так, давайте дальше еще раз расставим мины, зафармим тогда Q-Волну, так, что может тогда, не знаю, давайте сюда поставим, сюда, единственный, да, косяк, что здесь и не особо много мест для мин, в этом тоже есть косячок, ну, если поставлю здесь, поближе, да, там, к основному, к входу, когда будут залетать герои, да, то эти мины сагрятся именно на них, а не на боссе, да, мне надо как-то, чтобы они на боссе немножко позлили его, поднимали по 10% здоровья, да, ну, что делать, ладно, давайте включаем Q-Волну, так, так, маленький косяк с видео случился, да, тут поставил заново записывать, ну, что, проходим Q-Волну, посмотрим, что мне, расстановка поможет пройти чуть-чуть дальше, чем в прошлый раз, я прошел или нет, ой, так, в прошлый раз я вроде прошел Q-3, ну, не знаю, посмотрим, пройду Q-4 или нет, там, как раз этот Дина выбежит, в любом случае, вывод, вывод простой, это нужно фармить именно, точнее, качать именно героев, их основные скиллы, да, у меня прокачано все только до 5 из 9, ну, что ж, смотрим Q-Волна, первая волна до сих пор продолжается, там, кстати, тоже поделитесь своими успехами, кто начал, не начал использовать суккубы, или там, снеговика, на волнах, потому что мне реально интересно, вот, что касается снеговика, я реально возлагал на него большие надежды, и как-то все не пошло, да, потому что там, то его убьют, то убьют полкоманды, я тупо прихожу к каким-то неполным составам, к П-5 волне, да, и это не очень хорошо, хотя снеговик, по идее, он может отнять очень много здоровья у босса, да, и плюс его и замедлить, это на самом деле очень нужно, мне, да, потому что у меня, по сути, здесь никаких дебаферов нету, так, пройдем эту Q-волну, сходим в королевскую битву, у меня там, наверное, опять 80 ходов выносливости, накопилось, ну, что касается королевской битвы, как-то весь интерес даже прошел, да, в принципе, левелы зарабатываешь, ничего не меняется, по жизни одни и те же слабые противники, по жизни одни и те же сундуки, ключей толком не дается, смысла какого-то покупать ключи тоже нету, да, там за ордена, и что-то бегаешь, собираешь сундуки, бьешь там слабых могов, пытаешься завоевать какие-то алтари, а когда там у игрока стоит арес, там с реанимацией 5 из 5 или 4 из 5, ну, это реально трудно, или хотя бы там, знаете, бывают там ребята попадаются, у которых у всех реанимация, и это реально проблема, ну, как вы видите, да, не хватило, не хватило мне силенок, снова пройти Q4 волну, да, и вот, вот такая вот печалька получилась, в принципе, у меня ничего не изменилось, и не важно, какую расстановку я поставлю, мне в любом случае нужно именно, именно качать героя, так что, давайте как-то здесь поставим, пускай стоит, так, сохраняем, выходим, вернемся к своей родной, обычной расстановке, как-то мне с ней удобнее играть, так, ну что, зайдем тогда в королевскую битву, ну что у нас, 14 уровень, уже давным-давно перестал закидывать туда самоцветы, не вижу совершенно никакого смысла, как говорится, всех синих кристаллов не заработаешь, получается, тоже нехватка стала ощущаться и с красными кристаллами, раньше как-то они быстро копились, да, и я там мог улучшить руму, или еще что-нибудь, а тут зачастую получается ситуация, когда тебе нужно улучшать и сами эти фермы по добыче синих кристаллов, потому что больше бак не работает с алтарями, когда они давали адско, адско много, большое количество синих кристаллов, да, и теперь нужно как-то каким-то образом их зарабатывать, а при том, что нужны просто космические цифры для того, чтобы перевести, там, героя, допустим, с 83-го уровня просвещения на 84-й, да, я не знаю, каким образом копить эти синие кристаллы, так, ну что мы тут, а вот, кстати, там, видели, минотавр попался, возможно, там будет что-то интересное, да, по-любому, там будет что-то интересное, да, так, возможно, единственное, придется поменять расстановку, что у нас тут, тут у нас что-то не получается, так, есть смысл там пойти второй раз на этого игрока нету, ну да, тут реанимация, щуковый, вампир, сложненько здесь, да, сейчас менять по 10 раз расстановку тоже не особо хочется, ну что, ну а вот, в принципе, добил, да, все равно, как говорится, удача, есть удача, да, там, бывает, она поворачивается все-таки не задним местом, а лицом, так, ну что, зайдем тогда на Минотавра, Атлантикор, шапки, ну не уверен я, конечно, что я пройду, Минотавра у меня нету, так, ну что мне использовать, друида, или поставить фараона, может он мне поможет, давайте поставим вперед тыкву, пускай она будет разгоняться, так, давайте всех вперед составим, и я думаю, что может быть уберем друида, и поставим фараона, да, конечно, тут мне лучше в оборону перейти, да, и друид мне будет более необходим, но вдруг мне повезет с фараоном, потому что, как бы, такой расстановкой я уже проигрывал, таким мобом, может быть повезет с фараоном, ну давайте, полетели, посмотрим, скорее всего проиграю, да, даже если я сейчас и добью всех основных, там, шапки, тыквы, и так далее, я думаю, что в любом случае останется Атлантикор, я как-нибудь, я напарюсь на него, так, ну что, тыква у нас тут разгоняет всех понемножку, ну, разгоняла, разгоняла, да, не разогнала, просрал я все-таки, 160 самоцветов, как-то не очень хочется тратить, на то, чтобы получить, там, не знаю, золото, или какой-нибудь серебряный ключ, хотя, в принципе, с этих мобов падает и, и, просто какие-то полезные ништяки, да, бывают, а бывает, федня какая-то падает, да, но все равно нет смысла тратить на это все дело, 160 самоцветов, так, ну что у нас здесь, здесь у нас, как всегда, стандартные, стандартные какие-то герои, непонятные, да, легендарок мало, и зачастую, получается, ситуация, или тебе дают противники, дико слабых мобов, или тебе дают, вот такую подборку, из легендарных героев, 125 уровня, и ты ничего не можешь сделать, так, ну что, немножко тут, неэкономно потратим ходы, ну да ладно, так, идем дальше, заходим на алтарь, может быть, кого-нибудь гопнем, дракон стоит, рез, дракон еще с реанимацией, рез больше реанимации, чем у меня, да, тут мне, конечно, надеяться не на что, да, можно там поставить, попробовать, выставить вперед, выставить вперед, ареса, не ареса, то есть, бога грома, может он все-таки, зарядиться, и начнет кого-то бить, но в этом я, конечно, сомневаюсь, да, потому что тут, все-таки, у дракона реанимация, и он как раз смотрел, на бога грома, когда бил, да, так, здесь все мимо, так, пошли дальше, что у нас тут, ключа серебряного нету, королева змей стоит, опять, вот буквально там, да, две минуты назад, мы били этого героя, эту подборку героев, и вот сейчас пришли снова к ней, скучно, скучно, скучно как-то стало, раньше у меня было надежд больше, на эту королевскую битву, да, и, ну, что-то как-то, и, во-первых, обламываюсь, во-вторых, не хочется на нее тратить самоцветы, и каких-то там нереальных бонусов тоже от этого не получаешь, да, потому что, как назло, кстати, есть варианты проходить волны, да, там поставить своей там основной пятерки, хотя бы там шестерки, руны замедления, но, эта руна замедления почему-то мне не падает, или падает, но в реально диких маленьких количествах, если я кому-то и могу поставить, то она будет только первого уровня, до второго уровня трудно прокачать, она у меня у кого-то стоит, не помню у кого, но она мне не сильный помощник, потому что всем там троим, четырым героям я поставить не могу, хотя, если бы я поставил бы все свои пачки героев, руну замедления, то это была бы довольно-таки большая помощь для меня, так, ладно, давайте отсюда выходим, так, ну что, зайдем на склад, посмотрим, что у нас там, ну вот, тут есть еще редкий мешок рун, давайте использовать, откроем, посмотрим, что же он даст, о, руна разброса, да, в принципе, конечно, удивления мало, покупал тут, пытаюсь покупать руны реанимации, когда они появляются в магазинах, да, но когда возможности ее купить не было, она появлялась чаще, теперь возможность у меня ее купить есть, но она не появляется, так, ну что, в принципе, на этом все, вот такое вот, быстренькое, небыстренькое видео, пролетелись по каким-то основным пунктам, что много людей, как-то писало, когда видео, когда видео, ну вот пришлось пока вот так вот записать, да, маленькая, такой гейплейн, маленький гейплейн такой, ну, ну, ну что делать, ладненько, всем счастливо, продолжаем фармить, пробиваться вперед, делать что-то, удачи всем и в игре, до новых встреч, до новых встреч.